Судьбу дома определяет обстоятельства времени. Хрущевки возникли в 1957-м. Ровно 60 лет назад началось их массовое шествие по всему СССР. То есть постройки первых серий в этом году достигли пенсионного возраста. Но, как ни парадоксально, именно им, возможно, уготована наиболее долгая жизнь. Ведь панельное строительство в 50-е только зарождалось. Дома возводили главным образом из кирпича. В буквальном смысле слова, на века. Хрущевки, как обобщение, термин весьма условный. Среди них попадаются разные строения. Это настоящий космос. Желаю вам доброго полета! К слову, полет Юрия Гагарина совпадет с запуском первого домостроительного комбината. В 61-м году на смену блочному и кирпичному строительству придет панельная технология. Все они собирались из сборных элементов, сделанных на заводе. Заводы эти первоначально строились прямо на строительной площадке. То есть был такой небольшой заводик железобетонных, конструкций, из которых потом тут же рядом с этим заводом строились дома. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени. За первые 10 лет программы более 50 миллионов граждан СССР получили отдельное жилье. Только за 1959-60-е годы в стране построено 4 миллиона 600 тысяч квартир. В каком-то смысле это было сопоставимо с полетом в космос. Строительство стало отраслью индустрии. Четверть населения страны словно переместилось в другой мир, покинув бараки, землянки, подвалы и прочие виды послевоенного жилья, в которых не было канализации, горячей воды, газа, намека на личную жизнь, и которые вообще сегодня невозможно вообразить. Я отлично помню, как иду с мамой за ручку и с большим интересом заглядываю в подвальные окна. А там цветы на окнах, занавесочки, зимой там эта вата положена. Там, как ни странно, течет нормальная жизнь. Во всех подвалах жили люди. Более 20 миллионов советских граждан в результате войны лишились крова и ютились где придется. При том, что не были решены проблемы еще довоенные. Переезд в отдельную квартиру, которая предоставлялась бесплатно, был в те годы главным подарком судьбы. В них вселялись из развалюх, хибар, подвалов. Ну, это было прекрасно. Это было очень оперативное и с точки зрения власти людей стратегически правильное решение. Массовое, быстрое строительство огромного объема жилья. Мы переехали из общежития на Прибытовской, коридор такой, на котором на велосипеде катались, в Кирпичную, Хрущевку. У меня не было ощущения праздника, но понятно, что это было совершенно замечательное такое событие, с хорошей квартирой, с хорошим двором. То есть это было резкое и понятное улучшение, как сейчас бы сказали, статуса. В иных случаях Хрущевка, даже с точки зрения более сытой брежневской эпохи, позволяла жить с комфортом. Сугубо ленинградская серия домов Жука и Матусевича строилась только с трех- и четырехкомнатными квартирами. Я хорошо знаю одну из таких квартир, в которой к моменту, когда я бывала там, там жило два человека, муж и жена, великолепно, у моего приятеля, у него была отдельная библиотека, отдельная комната, где он слушал музыку, и хпальня, значит, и гостиная. Очень, очень неплохо. Более того, первые экспериментальные Хрущевки даже походили на упрощенный вариант поздних сталинок, которые лишили элементов декора, но продолжали строить и в 60-е, сохранив основательность и габариты. Ну, первое несовпадение – это дверь. Метр двадцать в ширину, два тридцать пять в высоту. Ничего себе хрущевка. Доходчивое, народное мерило уровня комфорта квартиры, размеры кухни. В данном случае 11 квадратных метров. Вдвое больше стандарта. Далее девятиметровый холл. Прежде здесь находился стенной шкаф, но его убрали во время последнего ремонта. Раздельный сам узел, старые филенчатые двери, которым нынче больше 60 лет. За ними 20-ти метровая спальня. Гостиные, равные по площади спальни, 20 метров. 16-ти метровый кабинет, итого 80 метров. Так более того, в соседних домах площадь трехкомнатных хрущевок 96 квадратных метров. Так ошибаясь, говорили те, кто жил в Сталинках, но не видел разницы с первой хрущевкой Ленинграда на улице Полярников. Она, к слову, не панельная и не кирпичная, а блочная. Это экспериментальный дом. И даже, по сути дела, вот этот квартал, который рядом, два квартала находятся, тоже является еще в стадии эксперимента. Серии для этих кварталов, потому что и по внешнему виду в панели они еще тянут, как к сталинской архитектуре не могут сказать, нужно какое-то украшательство. И в самом деле первая ленинградская хрущевка с ее высокими потолками и вместительной кухней выглядит солидно и задает совсем другие жизненные стандарты. Но в массовое производство она не пойдет. Даже если бы мне тогда сказали, что это хрущевка, я никогда бы не поверила. Потому что когда мы пришли смотреть квартиры, мы много же квартир, прежде чем покупать, смотрели. То есть у меня в этом доме, в этой квартире устроило все. Планировка, большая кухня, приличная прихожая такая, то есть свободная, в которой можно спокойно совершенно поставить и встроенную мебель, сделать еще что угодно. Комнаты большие, светлые. Нынешние хозяйки квартиры Александре Зубаревой, недавно переехавшие в Россию и покинувшие латышский Даугавпилс, в котором прошла ее жизнь, было с чем сравнить. Мы жили в хрущевке, у нас была квартира хрущевка. Я знаю, что в Латвии, да, я знаю, что... Так это тоже строились-то они везде, эти хрущевки. И поэтому я знаю, что такое хрущевка очень хорошо. Однако судьбу дома определяет обстоятельства цели. Хрущевка создавалась для быстрого строительства. Дом монтировали за две недели. Ленинградский домостроительный комбинат уложился в пять дней. Целые кварталы выросли во всех частях Ленинграда. На наших домостроительных комбинатах для ускорения производства, при изготовлении панели, ее прогревали горячим паром, чтобы быстрее затвердело. И поэтому панель была готова к транспортировке уже через 2-3 дня. Хотя это неверно, потому что бетон вообще твердеет 28 дней. Почти месяц. Но это в классике. А чтобы он твердел быстрее, его прогревали горячим паром. И потом он дозревал и затвердевал уже на стройплощадке в процессе монтажа. При этом Хрущевка не была доморощенным советским проектом. В послевоенной разрушенной Европе решали похожие проблемы. В Германии, Франции, Дании, Швеции, Финляндии были построены тысячи похожих домов. Хрущевки наследовали своим прообразом, но превосходили их в простоте, если не сказать аскетичности. Разработки французских систем были известны в Советском Союзе. Более того, с ними знакомили Хрущева. И Хрущев одобрил это как принцип. Вот это панельное строительство с изготовлением на заводе конструкции с быстрым монтажом. Как никогда небывалыми темпами идет жилищное строительство. Эти разработки были использованы в Советском Союзе. Но они были модернизированы, переработаны. И самое главное направление – это удешевление. Переработка французских проектов шла по линии максимальной экономии. Более тонкие стены, более тонкие плиты перекрытий. Отсюда были сокращены, конечно, площади квартир. Отсюда было снижение высоты этажа. Ну, шутки были с самого начала. Идея совместить пол и потолок, она родилась одновременно с Хрущевками. То есть юмор был с самого начала. Это было лучше, чем то, что до периода Хрущевок. Но, конечно, совсем не то, что хотелось бы человеку в пределе и в идеале. Естественно. Дядя Васе площадь дали. Собрались к нему друзья. Так квартиру обмывали. До сих пор отмыть нельзя. Легендарные 9 квадратных метров на человека еще в 19 веке обосновали немецкие гигиенисты. Советский архитектор Лазарь Черековер, оценивший габариты соотечественников, работал ювелирно, в масштабе сантиметра. И выяснил, что даже для куртуазного поведения в прихожей метровой ширины не потребуется. Потолочки бывают 2,20. Дома такие делают. Людишек специальных вывели. Там они и живут. Чтобы найти где-то место для стиральной машины, чтобы она как-то не вписывалась в интерьер, ее стали делать в виде тумбочки. Ну, знаете, такая вот. И потом она накрывалась вязанной салфеточкой. Ну, не каждый день стирали, конечно. Раз в неделю там она снималась с салфеткой, задвигалась в ванну, там уже все происходило, обратно выставлялась в коридор. Существует несколько серий хрущевок. Планировки метраж квартир разнятся в них порой существенно. Есть даже несколько экспериментальных 9-этажных хрущевок с лифтами. Общее свойство – экстремальная теснота нежилых помещений. Даже трудно сказать, что это – прихожая или коридор. Нередко встречается совмещенный санузел. Но это не просто санузел. Это легендарная гаванна от слияния слов «гальюн» и «ванна». Сверхэкономный вариант, лишенный даже раковины. Бич всех панельных хрущевок, в особенности в домах серии К7, тонкие стены и некачественные швы. В итоге крайне низкое тепло и нулевая шумоизоляция. Проблему унаследуют более поздние многоэтажки. Так же, как и способ ее решения – утеплять стены и наращивать их толщину при помощи ковра. Это же позволяло скрыть косметические дефекты. Древний мудрец Клюзиаз говорил кривое и не может сделать запрямым. Это держи крепче, Клюзиаз. Однако в новейшей истории хрущевки внезапно обрели вторую жизнь. Уступая в комфорте более современным и, соответственно, более удобным домам, они, тем не менее, заняли свою нишу, конкурируя с квартирами-студиями. Мы осознанно переехали в хрущевку, сюда два пункта. Во-первых, ближе к работе. Конечно, это очень был важный момент. А во-вторых, мы не хотели уже жить в центре. Нам надоели машины, отсутствие магазинов, загруженность. Хотелось зелени. И хотелось зелени. И птичку под окном. Вы получили птичку под окном? Получили. Получили птичку под окном. В кирпичную пятиэтажку Людмила Долгова и ее муж переехали, продав квартиру в центре Петербурга. Хватило еще и на жилье сыну. В городской квартире камин. Как вы сказали, из Бачитальни? Из Бачитальни. Ну, покажите нам ее, пожалуйста. Проходите. Метраж, сопоставимый со студиями за кольцевой, но преимущество на стороне хрущевок. Малоэтажная застройка, патриархальная тишина, зеленый пояс, близость к метро. Несложный ремонт оптимизировал и саму квартиру. Совмещенный санузел. Кто автор проекта? Я. Этот вариант перепланировки я придумала. Получила одобрение мужа. Ну, видите, как получилось свободно. Тут даже сушилка встает. Это, я так подозреваю, 5 метров. Это 5 или 5,25 или 5,50. Не помню, не помню точно. Ну, можно посмотреть, в принципе, паспорт. Но это 5 метров. Но это пространство не изменилось. Не изменилось. И вот эти 5 метров у меня содержат все. Максимальное количество людей, которые принимают эту квартиру, 16 человек. Это был какой-нибудь обилейший? Ну, это я собираю вечера встречи, да. Вчерашние ленинградские дети стали профессорами и доцентами. Однако не растеряли друг друга, сохранив свою дружбу и даже жизненный уклад с непременной байдаркой, песнями у костра, которые в неприметные пятиэтажки вписываются органичнее, чем в дома-муравейники. Это силовая станция фабрики «Красное знамя», творение немецкого архитектора Эриха Мендельсона и символ ленинградского конструктивизма. Утратившие свое утилитарное назначение, вряд ли здесь вновь будут насыпать терриконы угля, здание, а вместе с ним механизм завода Крупа, региональный памятник. И застройщику территории фабрики приходится с этим считаться. Где мы сейчас стоим, это охраняемый интерьер, тут вариант один, это все восстанавливается и остается в том виде, в котором есть. Со всеми этими приборными щитками и рычажками. Именно от ленинградского конструктивизма, от его знаменитых жилмассивов ведет свою родословную проект ФМС, фонд массовых серий, просторещая хрущевка. Тракторная улица – образец утилитарного советского минимализма, который десятилетия спустя вернется на новом витке в упрощенной версии. Дома коммуны, как тип жилища, предполагалось, что он станет массовым. Слава богу, этого не случилось. То есть полное разделение родителей и детей, полное разделение быта и личных каких-то помещений. Наследие конструктивизма эпохи 20-30-х годов, оно, конечно, использовалось прежде всего в экономных планировках квартир в 50-е и 60-е годы. Главный принцип провозгласит приехавший в Россию в конце 20-х Ле Корбюзье. Дом – это машина для жилья. В квартире только ночуют, работают в Дворце Труда, отдыхают в Дворце Культуры, для обедов есть фабрика кухни. Город будущего, в центре которого ДК имени Горького. На Всемирной выставке 1937 года в Париже он получит гран-при. Рабочий и колхозница встречали гостей советского павильона как символ страны Совета. Дома и даже предметы быта должны быть удобны не только для потребителя, но и для машин, все это производящих. Вот только строят жилмассивы первых пятилеток из подручных материалов, порой просто из мусора. Многие из них еще в 20-м веке выработают свой ресурс. Год за годом накапливается огромный аварийный фонд, который не считается аварийным по одной простой причине. Если его признать аварийным, надо немедленно людям давать жилье вне всякой очереди. И у нас люди годами, десятилетиями живут в аварийном жиле, которое таковым не признано. Но есть абсолютный, как бы там, руинированный сарай, у которого просто в Пибе стоит, что он до 17-го года построен. И с ним ничего нельзя сделать. Кто-то приходит туда и что-то хочет, говорит, ну это же руины, ну это же всем очевидно, что руины. И тут позиции чисто формально нет, это памятник. И сделать с ним ничего нельзя. Ну, значит, что? Все, он обречен. И это место обречено, и это зона обречена. Мне кажется, это не совсем правильно. Города нуждаются в новых территориях под застройку. Если в Москве снос хрущевок – единственный возможный вариант, то в других городах-миллионниках остается еще немало резервов. Во всех городах российских, крупных особенно, существуют огромные промышленные зоны, которые находятся в депрессивном состоянии и где есть возможность нового строительства. Нету такого мощного бюджета, который может в этих городах взять на себя стоимость расселения жития. Мне кажется, что проблема сноса вообще не актуальна для других городов, кроме Москвы. Со студентами и аспирантами архитектурно-строительного университета доцент Владимир Ленов не первый год обсуждает вопрос, как следует поступить с хрущевками. Построено в 20 веке гигантское количество жилых домов, секционных, малоэтажных, без лифта. Не очень комфортных, но все-таки довольно симпатичных. А для своего времени даже люди счастливы были получать там отдельные квартиры. Мы думали, амбиции молодого архитектора – это непременно небоскребы, эпатаж, обложки глянца – оказалось совсем не так. Футуристические проекты, модернистские, смелые, грандиозные, они сейчас уже предстают чем-то таким устаревшим. Наоборот, то, что сейчас актуально и то, что сейчас интересно молодым архитекторам – это работа с нашим наследием. Потому что и советская архитектура – это тоже наше наследие. 13,5 метров ширина корпуса секций. Работать с наследием, проводить необходимые замеры и беседовать с людьми – это наследие населяющими. Даниил и его коллеги отправляются на окраины Петербурга. Ну, трубы действительно проблемы, потому что вот износ труб, он составляет 80% зачастую. Вот, к примеру, успешный опыт реконструкции хрущевки с настройкой мансарды – ремонтом и утеплением остальной части здания. Этого вполне хватило, чтобы исчезли зримые признаки сиротства, характерные для большинства пятиэтажек. Впечатляет это далеко не всех, но важно понять, что именно вызывает в людях скепсис. Часто, если поговорить с жителями, они сами говорят, что скорее бы наш квартал снесли и застроили новыми современными домами. А на самом деле, когда начинаешь с ними разговаривать, выясняется, что все их претензии к своему дому, к своему кварталу сводятся к тому, что им не хватает лифтов. Им кажется, что зимой холодно. И, наконец, самый распространенный аргумент – это же времянки, их строили ненадолго. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. В октябре 1961-го на 22-м съезде КПСС Никита Хрущев объявляет, что коммунизм в Советском Союзе будет построен менее чем через 20 лет, к 1980-му году. Но коммунизм, как общество изобилия, диссонирует с тесными неказистыми клетушками. И пятиэтажки объявят временным жильем, возводимым на 25 лет. Вопреки ожиданию, хрущевки окажутся жильем капитальным. Так судьбу дома определит обстоятельства уступки. Ну, это миф. Причем миф идеологический. Успокоит людей, безусловно. Потому что уже в процессе заселения этих домов, несмотря на огромное счастье, дело не только в коммунальности, а в том, что огромное количество людей просто жило в подвалах, в бараках, в землянках. И люди получали очень качественное современное жилье со всеми услугами. И поэтому счастье было велико. Но, тем не менее, все понимали, что это не идеальное жилье. Нормальное капитальное издание. И капитальное издание, вообще говоря, по нормам, проектируется для того, чтобы стоять 100-125 лет. То есть хрущевки отстояли даже самые старые, и чуть больше половины того срока, который полагается по нормам. Очень большое количество обследований, и мы делали эти обследования, свидетельствует в том, что конструкции основные у них находятся в совершенно нормальном работоспособном состоянии. Все в коррозии. Журчит эта канализация. С профессиональным оценщиком недвижимости Андреем Бойко мы идем по подвалу довольно крепкой пятиэтажки. Подобно спелеологу, Андрей объясняет происхождение того или иного вида грибов, сталактитов и возможные последствия протечек. Очень часто у нас эти коммуникации проходят под фундаментами зданий. И если вот такие течи есть, попадет под фундамент, размоет, может быть провал, размоев грунта и провал осадка здания, вплоть до обрушения. То есть все дело в износе коммуникаций, которые действительно требуют замены. В иных ситуациях срочный, с этим никто и не спорит. Но износ несущих конструкций эксперты оценивают на уровне 10-15%. Говорить, что они достигли предельного состояния, ну, очень преждевременно. Да, у нас надежность определяется исключительно капитальными несущими конструкциями. Это фундаменты, стены, перекрытия. Вот, они достаточно крепкие. При всем желании невозможно было сделать конструкции, которые рассчитаны только на 25-30 лет. Это физически невозможно. Поэтому видно по современным исследованиям, что эти дома находятся в физически хорошем состоянии. Более того, они могут выдерживать надстройку еще нескольких этажей. Уже не первую двухэтажную мансарду надстраивают в хрущевках Челябинска. Проект коммерческий. За счет проданных новых квартир нижнюю часть дома утепляют и ремонтируют. Есть и дополнительный бонус. Сегодня действует фонд капитального ремонта. Каждый сегодня платит 300-400 рублей в этот фонд. Люди, которые привлекли инвестора и сделали капитальный ремонт за счет реконструкции, освобождаются от уплаты этих взносов на период 10-15 лет. Вообще, я вот как патриот Челябинска, хотел бы, вот в Челябинске реально можно. Грубо говоря, берем средние 305-этажек, которые у нас в городе существуют. 105-этажек точно можно реконструировать. Дом на 80 квартир, это 5 этажей, 4 подъезда. Люди будут совершенно по-другому жить. Это уже будет не просто дом. Это не хрущевый, это уже будет евродом. Однако получение документации на такое строительство занимает полтора года. Столько же, сколько на строительство полноценного микрорайона. Судьбу дома определяет обстоятельства места. Хрущевки возводились в чистом поле. Зачастую даже не на окраине, а за пределами крупных городов. Самый известный полигон – бывшая подмосковная деревня Черемушки. Это название скопирует десятки типовых районов по всей стране, что даже воспоет Дмитрий Шостакович. Расставание с прежней жизнью было обставлено ритуально. На радость антикваром выносили на свалку резные буфеты. Наступала эра корпусной мебели и одноразовых вещей. Поймите, это же пошлость. Элементарная пошлость. Не понятно. Неужели трудно вместо всего этого повесить две-три современные репродукции? Тахту поставить вместо этой купеческой кровати? Купить торшер? Между прочим, очень многое зависит от освещения. У нас вот здесь, в конце коридора, вот здесь стоял сундук. Он был набит книгами. Когда никого не было, я подходил к этому сундуку, доставал книгу. Там была такая сверху, лежала большая книга. А еще у моего дедушки были счеты, бухгалтерские большие счеты. Я клал эти счеты на пол, клал сверху эту книгу, садился на нее и гнал по коридору. В конец туда-обратно. Настоящая коммунальная квартира. Для кого-то музей. Для Сергея Арно – машина времени. Мы отсюда действительно в Хрущевку переехали. Папа, как капитан дальнего плавания, получил квартиру. Это была четырехкомнатная квартира. Из крана текла горячая вода. Потому что здесь у нас была только холодная вода. И мамин и подруги приходили к нам в гости. И после ужина, значит, спорили, кто будет мыть посуду. Мама говорила, да ладно, я вымою посуду. Они говорили, ну что, ты не понимаешь, это же горячая вода. Они мыли посуду с удовольствием. Я вот сейчас, проходя в тех краях, где я жил когда-то, в Хрущевке, я встречаю каких-то своих старых знакомых. То есть они до сих пор живут там. Они уже женились, у них уже свои дети. То есть они никак никуда не уехали оттуда. То есть сколько же их сейчас там, в этой квартире живет. А вот обратный пример. Архитектор и житель центральных районов Любовь Чемцова на дух не выносила окраины Ленинграда, и в особенности Хрущевки. Но это было когда-то. Очень долго я ощущала себя человеком второго сорта. Потому что я вот живу вот здесь, а не в центре. И мечтала туда каким-то образом вернуться. Но никак у меня это не выходило. А вот, я говорю, года четыре назад у меня изменилось мировое озарение. И вот мне не хочется сейчас жить вот в этом старом городе, потому что мест, где есть какие-то сады, зелень, в общем, не так уж много. Да и как иначе, если в доме сразу несколько пар деревянных беговых лыж? Когда они сами смолили лыжи? Нет, этим занимался мой папа. Ну вот, значит, технология такая. Зажигает газ, и лыжа, чтобы она не сгорела, надо двигать. Лыжа должна проходить над газом. И, соответственно, вот там зажигали две комфорки наискосок, открывали окно. О, извините. И вот туда вот в окошко. Да, да, да. Там сейчас накомарник. Но еще бы мы не знали, как смолить над комфоркой лыжи. Без этого не выдавали аттестат о среднем образовании. Но вот просовывать лыжи в открытое окно – это ноу-ха у обитателя Хрущевки. Тут без смекалки порой никак. Тонкий бетон, он с течением времени прогибается. Вот в этом доме это произошло. У нас вот вся мебель подперта, потому что вот середина, я думаю, она ушла сантиметров на пять. С ума сойти. Но это не значит, что это разрушится. Но вот оно вот так вот полагнуется. Но оно деформируется. Да, да, да. Бывают и такие, не самые успешные серии хрущевок. И даже защитники пятиэтажек признают их очевидные минусы. Они занимают огромные территории во всех российских городах. Они, безусловно, изуродовали города. Причем изуродовали по всем статьям. И по внутридомовой планировке, и по характеру застройки территории, поскольку это сплошные однотипные монотонные пространства, не имеющие замкнутости. Что не говори, а квартира – дело великое! И неспроста Зилов из Утиной охоты обитает именно в хрущевке, которая для него сначала бесценный дар, а потом место заточения и полной деградации. – Домой! – Я не хочу домой, сейчас там не видно. Но правда в том, что недостатки эти в основном искоренимы. И тем, кто бывал в Калининграде и видел там эти приметные дома, в голову не могло прийти, что так может выглядеть преображенная хрущевка. Абсолютно органичный на фоне старинного города Эммануила Канта, сказавшего однажды, дольше всего живут тогда, когда меньше всего заботятся о продлении жизни. Не претендуя на высокий капитальный статус, хрущевка незаметно перешла уже в седьмое свое десятилетие. Так судьбу дома определяет обстоятельства образа действия.